Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето. Бла-бла-фьюзинг, Анна. Добро пожаловать на мой канал. Перед вами мой один из двух приёмов пищи. Ем я, в принципе, два раза в день. Хотя сегодня, кстати, был, можно сказать, завтрак. В плане того, что я пила кофе со сливками. Ушло где-то на это грамм 38 жирных сливок. Вкусно было, ну, замечательно, короче. Ну, я не скажу, что это принципиально. Это, в принципе, редкость. Чаще всего бывает, что на завтрак, так сказать, на завтрак, я съедаю кусочек сливочного масла с тем же самым кофе. Но стараюсь, в принципе, даже и этого не делать. По той простой причине, что на утром у китозника вообще полное отсутствие аппетита. Просто сливочное масло по утрам, когда у меня перед глазами, я устоять, бывает, не могу. Потому что я, ну, просто обожаю вообще хорошее, вкусное сливочное и присливочное масло. Просто, и вот реально просто, ну, невероятно, как я его люблю. Наверное, больше, чем, наверное, даже квашеную капусту. В смысле вообще капусту. Хотя, да, блин, да я любую капусту, люблю, блин. Я вообще люблю всё своё кето. Вот всё, что я делаю на кето, я всё обожаю. И сегодня, кстати, кстати, сегодня вот здесь, вот перед вами, в этой самой тысяче килокалорий, идеальные получились пропорции. То есть, прям по, так сказать, по математике, по арифметике. В плане того, что сегодня 70, 20, 10. 10 это углеводы, 10% углеводов. Потому что, вообще-то, я уже давно-давно не на строгом кето, если кто ещё не понял этого. То есть, моё питание это лайтовый вариант кето. И это значит, что я ем до 50 грамм углеводов. Но это позволяет мне оставаться в глубоком кето-зе. То есть, иметь все соответствующие бонусы этого самого состояния. И сегодня, прям, вот когда вот красиво так получается, мне прям вот это особенно радостно. Хотя, по этому поводу я ни в коем случае не заморачиваюсь. То есть, просто иногда вот так вот выходит, что получается прям ровненько и красивенько. Так, и сегодня, кстати, посчитано здесь всё. То есть, в этих самых 70, 20, 10 всё посчитано. Ну, а что сегодня конкретно? Это квашеная со свеклой капустка. Мне, как старому китознику, опять же, это позволительно. Что здесь свекла и не заправлена. Просто квашеная капуста с чесночком и со свеклой. Если что, рецепт у меня есть в ленте телеграм-канала. Можете там полистать чуть-чуть вверх и увидите. Добро пожаловать, кстати, на мой телеграм-канал. Он полностью одноимённый. Если что, ссылки есть в описании под видео. Обязательно будут. Может, не сразу, но будут. Так, что ещё? Что приготовила сегодня? Вот супы у меня в последнее время стали редкостью. Поэтому, ну, просто вот так вот получается. Поэтому я сегодня приготовила такой вот лапшишку. То есть, здесь просто свиной бульон. Ну, тоже замороженный был. Как и вот эти вот мороженые кабачки, заготовленные на зиму. Именно вот в таком виде. Несколько видов нарезки я делала из кабачков. Для того, чтобы их в таком виде сохранить уже на зиму. То есть, это вот в виде лапшишки. В виде там других ещё способов нарезки. Об этом, кстати, у меня даже целое видео есть. О том, как я заготавливала кабачок на зиму. Поэтому, в принципе, вот такой суп готовится ровно за пару минут. То есть, готовый размораживается бульон. И туда же размороженные какие-то вот продукты. В данном случае кабачок. Здесь всего вот эта порция 300 грамм. Кстати, сегодня разбила свою вот эту вот чашечку, которая у меня порционная для супа. Вообще, короче, даже порезалась чуть-чуть. Ну, в смысле так, царапинка, короче. Вот. Добавила туда только вот какие-то специи. Просто для того, чтобы это было ароматненько. И сегодня я приготовила ещё вот такую штуку. Это я купила вчера. Вчера, как бы это сказать. Вот, знаете, до сих пор я ещё не определилась, как это называть. Вот, мне кажется, по соотношению вот мяса и жира вот в этих кусках, я это пишу либо корейкой, либо беконом. Если там сало больше, чем мясо, то я пишу это беконом. Если больше чуть-чуть мяса, как бы в этих кусочках, ну, в этом, в этом куске, как бы изначально, я пишу это, считаю это как корейчко. И в данном случае это был такой кусок прямо, ну, вообще тут даже хрящика этого нету, ну, то есть, как бы ребрышков. Больше здесь всё-таки мяско было. И я его приготовила очень просто по своему же, по своей же технологии в мультиварке. То есть, чуть-чуть воды прям куском вот этим вот, ну, его немножко надрезала, засунула в мультиварочку, прям на фольгу положила. Никаких специй, в смысле, там, луков, я имею в виду, там, лук, там, не знаю, чеснок, ничего такого, только вот, опять же, вот эти для свинины, вот эти вот готовая приправа и лавровый лист, кстати, был листик. Вот, и только посолить, и всё, ни чеснока, тут ни лука, ничего такого больше нет. В итоге это так вот, ну, минут 20, это чуть-чуть воды я добавила. И, кстати, зря, по-моему, можно было вообще воды не добавлять, какая-то своя жидкость всё равно из этого всего испарилась бы, и оно бы было более таким зажаристым. Я уже с этого, вот с этой порции уже слямзила один кусок, типа, на пробу ещё до того, как всё это разложила. Вкусно, ничего не сказать, очень вкусно, если вы вообще, как говорится, любите свинину, в принципе, ну, то есть, как способ приготовления вообще идеальный. То есть, мультиварки минут 20 вы, наверное, парите, если это уже очень много и большой кусок. И потом можно ещё поставить, открыть клапанки тоже, да, жарочки. Это всё, чтобы немножко подрумянилась, сколько в данном случае шкурка. Я хотела, конечно, чтобы оно чуть больше подрумянилось, но на вкусе это вообще никак не отражается. Вкуснятина очень и очень. И сегодня на десерт у меня вот такое вот ассортие из всего, что было тут, и 15, по 15 грамм и семечек, и тыквенных, и арахиса. И всё это съестся ложечкой вот с этим замечательным кусочком, опять же, любимого вкусного сливочного масла, вот этого вот самого нашего местных. У нас несколько местных производителей, которые делают очень хорошее, качественное сливочное масло. И ещё догонюсь кубиком горького-пригорького шоколада. Вот такой сегодня обед. У меня получился на ужин. Сегодня, скорее всего, будет рыба. И рыба, скорее всего, будет судак. Скорее всего, жареный. Ну, то есть, это ещё ничего не готовилось, естественно, но очень хочется. Рыбу просто обожаю. Судак – это речная рыба, просто такая, я бы сказала, элитная. И жареная, да в любом, она в любом виде бомбическая, что бы с ней не делал судакомы. И поэтому очень-очень, очень жду вечера и ужина, короче. В общем, всем кето-привет. Кето рулит. Магия вечна, если что, заходите. У меня есть ещё один канал с моими мистическо-магическими мемуарами. Добро пожаловать. Поэтому ссылки тоже будут там обязательно, в описании под видео. Поэтому всем привет, пока-пока, до встречи на моих каналах.